Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crossing Souls. Ребят, давно я в неё не играл уже, подзабыл, так что не обессудьте, если я что-то сейчас буду тупить и неправильно делать, надо просто вспомнить, как говорится, адаптироваться к игре. Как вы помните, у нас здесь 4 персонажа, в данный момент мы играем Крисом. Так, и нам нужно, что же нам нужно сделать? По-моему, это всё, мы виноваты. Нет, Крис, мы не виноваты. Как вы помните, у нас с вами находится в руках Кристалл. За которым охотятся некие люди, и, в принципе, они готовы даже убить наших персонажей за этот самый камень. Камень называется Дуат. Так, ой-ой-ой, по-моему, не сюда, ребята, да? Или сюда? Слушайте, нет, мы должны посетить магазин Чена, насколько я помню, ведь там же вроде бы у нас стоят ребята и ждут от нас команды. По-моему, так. Сейчас проверим. Ну-ка. Ага. Вы уже готовы идти? Пошли. Ага, мы готовы, Шен. Хорошо, мне жаль, что вы не нашли своих родных, но мы должны вывести этих людей, и у нас есть шанс выбраться незамеченными. Нельзя его упускать. Ага. Так. Удачи, ребята, я пойду вперед с остальными, проверю проход. Подождите пару минут, а потом идите. Так вы будете в безопасности. Мы можем пройти первыми. Вы и так достаточно рисковали, спасая этих людей. Теперь наша очередь. Ну что, ребята, Гарри покажет этим солдатам немного кунг-фу. Увидимся на выходе. Ладно, удачи. Ха-ха, кунг-фуист сраный. Так, все, по ходу дела они ушли, да? Лекарства и первая помощь беженцам. Шен Ли хороший человек. Не спорю, не спорю. Он все-таки приютил всех, хотя был против этого. Так, что у нас тут? Мусор. Ну, мусор, ребята, как вы помните, мы все разбиваем, потому что здесь могут спрятаны все... Вот, видите, сердечко. Это хорошо. Еще сердечко. Немножко себе восстановим здоровье. Оно у нас не лишнее. Так, отлично. А здесь у нас проход? Нет, я думал, проход, ребята. Но зато здесь, смотрите, вот много всякого хлама. О, даже сундук. И новая аудиокассета. Проверь коллекцию в своем инвентаре, чтобы узнать больше. Бона Эльдж и парни сзади. Что за новая рок-группа, что ли? Ладно, тем не менее, ребята, мы нашли кассету. И это хорошо, наша коллекция пополнилась, естественно. Слушайте, как-то подозрительно. Опа, опа, тихо, 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 ребята. Что такое? Крис, что с тобой? Смотрите, там. Ой, мамочки, прячемся. Так, что такое у нас здесь? О, вот они, ребята, вот они эти злодеи. Так это последние. Погнали, парни, майору нужны новые батарейки для его игрушек. Батарейки? Эй, смотрите, у них остальные беженцы и наши родители. Чего? О-оу. Эй, кто там? Чарлин? Папа! Проклятые дети, наконец-то попались. Открыть огонь, парни! Ну, ну, они же дети, сэр. Да мне пофиг, дуат у них, стреляй! Да, сэр? О-оу-оу-оу-оу-оу! Тише, тише, ребятули! Нет! Э-э-э-э! Скорее, сюда! Вау-вау-вау-вау! Щет, ребята! О-оу, фух! Они убегают! Цельтесь лучше, заразы! Ёп-расоты, я ж думал, нам кричкали это. Фух, повезло. Так, что такое? О-оу! Мы все-таки выжили, и слава богу, ребята. Так, вот что-то... Куда, 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 Крис, куда? Куда ты нас ведешь? Бежим! Погоди, 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 а... Что такое? Крис, ты меня пугаешь, ё-моё! А, в тупик попали? Тут нет выхода. Похоже, они отстали. Нет, не могу больше бежать. Ты в порядке? Ага. У них наши родители. Мы были так близко. Сейчас не время, Крис. Нам надо выбираться отсюда. Если нас поймают, мы не сможем спасти своих родных. Но отсюда нет выхода. Опа, опа, опачки. А вот и выход, ребята. Кто нам помогает? Ой, мамочки, что это было? Как этот камень сместился? Похоже, на вход в пещеру. Стойте, парни, вы слышите? О-оу. Неужели, блин, преследование, а? Чёрт бы его побрал. Ха, попались, крисёныши. Куда это вы собрались? Осторожно, у него пулемёт. И я, несомненно, пущу его в ход, если не отдадите камень. Это не ваш камень, недомерки. Отдайте его мне, и, возможно, доживёте до утра. Ни за что. С чего бы мне доверять словам такого, как ты? Ха, самая душевная речь за сегодня. Ладно, вы сами напросились. Спасибо. Я как раз собирался испытать эту малышку. О-оу. Да ну нафиг. Е, молодец. О, крис. Блин, пухлый. Да ёлки-палки. Хорошо хоть пролез, а? Фух. Ладно, ребят. Такая, знаете, в напряжении меня держит-то игруля. Прям переживаю весь. Так, что такое? Ух ты, почти попал. А этот парень опасен? Боже, он нас стрелял. Как далеко этот майор Оурус способен найти? Вы в порядке? Да, вроде. Да, почти. Оу, Джо! Да ладно. Да ну нафиг, ребят. Его подстрелили. Мне нужен свет. Чарли, поднажми-ка сюда. Чёрт, Хартман. За это заплатит. Думаю, он справится. С ним всё будет хорошо. Не знаю, ему нужен покой. У него сильный жар. Давайте разожжём костёр и немного отдохнём. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ребята. Всё-таки Джо ранили, а? Ребята, мне... Мне так стыдно. Я и подумать не мог, что всё так далеко зайдёт. Я... Не говори так, Крис. Мы с тобой. Да, но если бы мы не нашли тот чёртов камень, ничего бы не случилось. Мой брат бы не умер. В Тахунге было бы всё по-старому. А большой Джо... Мы даже не знаем, сумеет ли он выкарабкаться. Крис, я понимаю, ты чувствуешь себя виноватым. Ты всегда хотел защитить своих близких, защитить меня. Но ты не должен себя терзать. Мы друзья и мы вместе. Со всем этим справимся. Джо всё будет в порядке. Вот увидишь. Джо, куда ты... Куда ты пошёл? Спасибо. Джо, всё правильно сказал. Нам нельзя сейчас останавливаться. Не важно, что мы чувствуем. Главное, что мы вместе. Не хочется это признавать, но Мэтт прав. Ха-ха. Ой, как больно. Большой Джо, ты в порядке? Да. Поспите немножко. Нам нужно идти дальше и... Крис, прекращай себя мучить. Наши чувства сейчас не главное. Весь мир в опасности. Нам нужно сделать всё возможное, чтобы его спасти. Джо. Наши родные в опасности. Я... Я так скучаю по маме. Но если хотим их спасти, надо помешать майору заполучить этот камень Дуата. Ну, что нам теперь делать? Из этой пещеры должен быть выход. Значит, найдём его. Ты как большой Джо, сможешь идти? Нам больше нельзя терять время. Каждая секунда на счету. Так, я понял, ребята. Мы ищем выход. Ой-ой-ой-ой-ой. А как ты медленно ходишь, Джо? Так, сохраняемся. Естественно, ребят, сохраняемся. О чём может быть речь? Конечно, перезаписываемся. Всё, игра сохранена. Отлично, ребята. Теперь... Теперь нам нужно понять, куда нам надо двигаться. И вообще, в чём суть этих пещер. Так, погоди-ка. Это, по-моему, я, ребят, по кругу дойду. Хотя нет, тут аптечка, смотрите, какая-то. Давайте-ка посмотрим, что здесь. Ага, большое сердечко. Сахарное сердце. Отлично, ребят. Сахарное сердце, как вы помните, восстанавливает нам полностью здоровье. Это я ещё помню. Слава богу. Так, что же. Мы зашли с вами ещё дальше, получается. Тогда у них впервые опустились руки. Как они дошли до этого? Казалось, что кто-то испытывает их. Ммм, кто-то нас испытывает. Опа, опа, опачки. Так, ребята. Секунду. Тут головоломка. Должен быть способ, как это открыть. Так, черепки нафиг. Так, в другом измерении ничего не происходит. Так, а куда нам это поставить нужно? Я не пойму, если честно. Хм. Как же Джо у нас, ребята, медленно худеет? Ну, естественно, ребята, он ранен. Ему больно передвигаться, поэтому не надо смеяться, как говорится, над нашим бравым Джо. Слушайте, ребят, я не знаю, что надо сделать. Вот честно вам скажу. Я, конечно, понимаю, что могу передвигать вот это всё. Но правильно ли я это делаю, вот это для меня уже загадка. Слушайте, может быть, я их должен вот так вот вместе поставить. Я вижу, вот на плите что-то нарисовано, но там как-то не так всё сделано, ребят. Я не знаю. Ничего не меняется. Хм. Так. Слушайте, по-моему, чего-то не хватает. И... Пфу, бред. Бред какой-то. Не может быть, чтобы я вот тут вот застрял. Так, у нас эти глыбы двигает только Джо. Больше никто не может. Я офигею. Он ранен и ещё при этом двигать ему глыбы. Ну ладно. А, подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Я могу только наверх его поставить. Этот кусок. А если... Я, грубо говоря, ребята, сейчас просто поменял их местами. Вот сюда сейчас мы загоним. А тот я попробую поставить наверх. Я не знаю, поменяется что-нибудь от этого или нет. Должен быть способ как это открыть. Но я понимаю, что должен. А где я хоть... Хоть какая-то подсказка, я не знаю. Давайте наверх его поставим. Опа. А с какого перепугода вдруг... Ха, ребят, сработало. Даже не знаю почему. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, везде лава. Так, скелет. Посмотреть. У этой загадки тысяча возможных решений. Без помощи камня Дуата мы закончим так же, как и он. Интересно, чем нам поможет камень Дуата, а? Так, ёпрсты. Только не говорите, ещё одна загадка очередная здесь, да? Погоди-ка, где подсказка? Ха-ха, зашибись. А где подсказка-то для этой задачки? Серьёзно, ребят, это... Это просто издевательство. Единственное, что у меня приходит в голову, это расставить их вот на эти места. Другого варианта не вижу. Хотя мне кажется, что должна быть где-то подсказочка здесь. Типа карты. Так, секунду, а я... Если я сюда... Да чтоб тебе. Да, мне приходится, ребята, бегать именно Крисом, потому что он, по крайней мере, быстро бежит. Джо еле-еле передвигается. Хорошо. Давай вот так вот сделаем. И если мы вот этот вот камень туда же рядышком поставим. Да ёлки-палки, дай. Переключаю всё время быстро, ребят. Вот так, по-моему, можно будет вбок и вот сюда его воткнуть. Ну, я как вариант, ребята, это проверяю. Я не говорю, что прокатит. Ага. Нет. Ничегошники у нас здесь не получилось. Так, ребят, смотри... Ага, смотрите-ка, смотрите-ка. А как мне туда попасть? Странно получается здесь, ребят. Тут у нас, ну, естественно, тупик. На камне есть фреска, где якобы решение загадки. Как мне вот сюда попасть? Видите, кусок глыбы лежит. А как мне вот попасть к нему? Вот это меня очень сильно интересует. И я запрыгнуть туда не могу, да? Странненько. Слушайте, перелететь я тоже вряд ли смогу. Вот тогда, ребят. Никогда бы не подумал, что я... В тупик себя вот в такой загоню. Если попробовать так же, как и в первый раз. Поменять просто-напросто всё это дело местами. Что-то от этого изменится или нет? Так, давай, Джо. Так, этот мы вот сюда поставим. Ну, просто, ребята, тупо поменяем местами. Сюда. Так, и вот эти два маленьких осколка. Куда вот их? Сюда или наверх? Я вот не знаю, ребят. Я, конечно, попробую, наверное, их всё-таки наверх. А может быть, их надо вместе соединить? Ну-ка, давайте-ка. Так, надо ещё маленечко. Ага, вот так вот. Давай вот этот осколок тоже с вами подвинем. Нет, мне кажется, наугад здесь вряд ли что получится. Где-то надо искать ответ. Двери закрыты. Должен быть способ. Ну-ка, здесь у нас тупик. Это не разбивается. Хм. Так, ладно, давайте попробуем их вот сюда вот загнать. Один готов. Так. Второй. Ой. А их можно дальше, оказывается? Ха-ха. Так, давай тогда дальше. Бесполезно. А если вот этот мы с вами подвинем сюда и... Вот так. Вот так. Нифига, ребята. Тогда давай вот сюда его задвинем. Да что за бред-то, блин? Запрыгнуть не получается. Так, ребят, я не знаю, надо... Ха-ха. Сюда я его не вытащу, однозначно. Обратно сюда его поставить. Чёрт, как-то надо вот туда пройти. Я не могу просто понять, как. Скелет этот тоже неспроста. Тут везде лава. Естественно, мне не перепрыгнуть. Тут мы возвращаемся с вами в обратном направлении. Но нам надо двигаться только вперёд. Странно, ребят. Тут можно, извините, знаете, сколько комбинаций делать? Ладно, хорошо. Давайте так. Я, ребята, нажму на паузу. Пока пашусь. И продолжим с вами играть. Ну, я тогда просто не знаю. Давайте попробуем тогда мир духов, может, посетить. Фиг его знает. Так. Ну, Кевин. Ничего, по-моему, не поменялось, да? Давай посмотрим. Опа! Опачки, ребята! Вот что надо было, блин, оказывается, сделать. В мир духов перейти. И, видите, да? У нас тут появились платформы. Главное, не ута... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так. Понял я. Давайте тогда аккуратненько. Слушайте, я сейчас, наверное, припарюсь тут перепрыгивать. Так, кудак. Ага. Ой. Чёрт подери. Так, надо запомнить, как они появляются. Проблематично это всё сделать. Так, сюда. Потом. Вот. Да ёлки-палки, я хотел прыгнуть. Кевин. Хорошо, что он бессмертный. Ну, как бессмертный? У него есть своё здоровье, но... Так. Так, сюда. Ой-ёй-ёй. Отлично, ребята. Опачки. А вот у нас, смотрите-ка, что здесь. Так. Слушайте. Надо это дело запомнить. Два сюда, два сюда. И один сюда. Так. Так-так-так. Блин, запомнить надо, ребят. Короче, два больших в правую сторону. Потом два в угол там. И маленькие сбоку. Сейчас попробуем это, ребята, с вами замутить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а я вообще не знаю, надо ли мне туда идти дальше-то. Может быть и не надо вовсе. Но ведь туда же есть продолжение. Блин, да что ты будешь делать-то? Что за фигня? Ребята, у меня здоровье-то всё время тратится и тратится. Сейчас оно закончится и всё. И кирдык. Да ё... Почему я не могу долететь-то? Что за фигня-то? Я же прыгаю прямо с самого уголка. Чё за... Нормуль, во. Так, хорошо. Главное не прозябать, ребята. Опа. Блин, только не говорите, что я... Опс! А, нет, смотрите-ка. Там есть какая-то площадочка, ребят. Хм. Поэтому я думаю, что нужно туда сбегать. Я думал, что мы просто вокруг с вами пробежали и всё. Нет ничего подобного. Так, тихо. Сюда. Ой, понял я, ребята. Надо, значит, на маленькую платформу прыгать, а уже после неё на большую. Всё-всё-всё, понял теперь. Сейчас сделаем с вами всё это быстренько и без проблем. Так, вот здесь маленькая платформочка. А, нет, большая. А вот сейчас маленькая. Вот, на маленькую, а теперь на большую. Давай-давай-давай-давай. Опа. Не понял. А здесь-то для чего? Так, два больших и два маленьких. Слушай, ребят, тут надо, по-моему, записывать это дело. Иначе я не запомню. Так, два больших и маленький сюда, и маленький сюда. Так, ребят, надеюсь, всё будет у нас хорошо. Оп-оп-оп-опа, отлично. Как батька прыгнул сейчас, ребят. Как батька. Так, давай, маленькая платформа появляйся. Всё, отлично. Но у нас и с той стороны, смотрите, есть платформы. И куда нам нужно идти, я не знаю. Так, ну что, Джо? Давай мы с тобой... Ага, у нас здесь как раз для последней. То есть, получается, этот... Подожди, а как там? Как эти два камня-то должны двигаться? Чёрт, ребят, я забыл, блин. Твою дивизию. Говорил же, что надо, блин, записывать, чтобы не забыть. Так, давай сюда сбегаем. Так, погоди. Ага, хорошо. Сюда, сюда. Оп-оп-оп, отлично. Так, а тут-то у нас что? Здорово. И здесь. То есть, три камня у нас, да? С тремя постановками глыб. Ну, вот это самое простое, ребят. Смотрите, два вместе и два коротких немножко вдаль. Понятно. Попробуем тогда с вами. Так, тихонько. Побежали. Пробегу сразу я, интересно, или нет? Пробегу. Ой, епрсете. Чё-то, честно говоря, я думал, что смогу пробежать, но... Видите, не получилось. Так, тихонько. Так, давай отсюда. Нормуль. Так, ну что же. Ё-моё, я сейчас задолбаюсь, ребят, эти камни передвигать. Просто-напросто. Так, ну что, где... Да не это надо, мне нужен Джо, ёлки-палки, со своим бластером так всё балует. Так, Кевин, ты мне сейчас не нужен. Ты меня отвлекаешь, если честно. Так, Джо, давай... Я не понял, что ты... А почему он у меня не может двигать, я не понял. Так, секунду. Чё за фигня-то? Ребят, он у меня не может камень... Ага, вот. Почему-то там не мог двигать его. Короче. Один сюда. Два этих идут наверх. Да-да-да, я помню, помню, ребята. Слушайте, главное, чтобы этот вариант был правильным. Я почему-то не уверен. Так. Давай вот сюда его подвинем. И потом просто-напросто ещё один большой валун мы с вами должны поставить рядом с другим большим валуном. Так. Хорошо. Как ты медленно ходишь, Джо? Не, я, конечно, всё понимаю. Ты раненый, но... Так, ну-ка, ребята. Есть! Отлично просто. Хорошо. Открыли мы ещё одни ворота. Так. Понятно. Очередная... Ёлки-палки. Ты посмотри, у нас ещё и там какие-то загадки. Ха-ха. Так. Теперь нужно найти правильный вариант для этой загадочки. Ой, давай, Кевин. Твоя очередь пошла прыгать. В общем, вы запомнили, да? О расположении той карты. Внизу отросток. Я его запомнил. Так. Приготовились? Ой-ой-ой. Рановато, по-моему, да? Немножко. Ну, да ничего. Поехали. Так. Маленький островок. Большой островок. Оп. Так, смотрим. По-моему, этот... Нет, ребята. Не эта карта, к сожалению. Тут нет отростка. Хотя, по идее, нам надо записать именно... Вот это вот положение. Потому что, чтобы сюда хотя бы больше не возвращаться. Ну, что же, ребята. Я вроде бы записал. Надеюсь, всё правильно. Ничего не перепутал. Так. Побежали тогда смотреть следующий. Так. Давай сюда. Сюда. Так. Тихонько-тихонько. Так. Давай-давай. Оп. Так, ребята. Здесь, значит, нужно... Два наверху. Один в нижнем. Так сказать. Углу. И вот сюда. Надо тоже, ребята, записать. Ну, вроде бы как всё. Так, ребята. Я проверяю. Да. Нормуль. Так. Ну, что же. Теперь побежали. Побежали отсюда. Здесь нам уже нечего делать. Нам нужно только расставлять, как говорится, камни. Ой, блин. Да что ж такое-то, а? Замешкался, блин. Ладно, ребят. Пойдёмте вот так вот. Не будем мы прыгать Кевином. Сразу Криса будем играть. Так, вот, ребята. Значит, короче, получается, что... Так, подожди. Эти мешают нам кости. Так, вот этот вот маленький, он должен быть внизу, в закуточке в том. Поэтому давайте его туда сейчас и перетащим сразу же. Так, секунду. Я смогу пройти-то здесь? Ага, получается. Всё отлично. Да-да-да, вот, ребята, это аппендикс, так назовём. И вот сюда мы его загоняем. Всё, шикарно. Так, ну а дальше всё легко и просто. Практически ползагадки у нас решено. Так, давайте эти валуны мы соединим вместе. Так, толканём её вот сюда, к этой стеночке. Так. И вот сюда. Замечательно. Осталось только поставить на место вот этот вот валунчик. Глыбу. Так, передвинем, ребята. Нам нужно... Подожди, подожди, не сюда. Нам нужно на одну вот сюда. Да-да-да. Давайте к стеночке прижмём. Бинго! Так, открывается следующий у нас проход. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что здесь. Так, всё, ребята. Ой-ёй-ёй. Ну что же. Мы с вами сделали зарисовку, поэтому ничего для нас тут. Сложного нету. Так, вот эти вот надо будет туда загнать. Маленький. Так, а вот второй маленький мы, по-моему, припаримся с вами доставать. Поэтому давайте растусуем уже тогда с вами вот эти вот здоровые глыбы. Так, сюда никак. Давай-ка вот так сделаем. Немножко, как говорится, расширим территорию. Так, вот этот вот маленький нам нужно ко второму маленькому загнать. Обязательно. Так, давай-ка. Вот так. Отлично. Так, этот мы с вами подвинем сюда. И к той стеночке, ребята. Подтащили. Теперь нам нужно вот этого вот малыша подтащить вон туда. Давай-давай-давай-давай, Джо. Так, этот, наверное, немножко нужно вот сюда к нам подтянуть. А тот, наоборот, вдаль. Погоди-погоди. Не так, вот так. Ага, о, отлично, ребята. Следующий проход у нас открылся. Так, ну что же. Пойдемте. Пробежимся. Так, что у нас тут? Ага, кирпич. И что я должен? Сюда или туда его? Так, ну, по идее, сюда. Потому что нам нужен проход, да? Секунду, не понял. Нет, ребята. Получается... Тихо, тихо. Главное, чтобы этот камень у нас не упал. Так, нам нужно, ребят, в обратную сторону, да? То есть его нужно воткнуть туда. Так, подожди, подожди. Не то я что-то делаю, е-мое. Вот. Так, давай, Джо. Потяни маленько. Так, оббегаем. Так, медленно идет. Ёлки-палки. Так, замечательно. Ну что же, давайте его воткнем сюда. Посмотрим, что получится у нас. Ага, загорелось. Воу. Да неужели? Неужели открылись самые большие ворота? Я надеюсь, мы здесь все закончили. Никаких больше загадок не будет. Они, если честно, утомляют. Так. Замечательно. По-моему, мы выбежали все-таки из этих пещер. Ага. Хрен там. Здесь нет выхода. Эта пещера огромная. Так. Ребята, тут есть проход. Может, мы что-нибудь найдем? Хорошо, пошли. Давай, большой Джо. Последний рвок. Да, уж для Джо это точно последний рвок. Ага. Ладно. Я буду за вами. Не волнуйтесь. Ты в порядке? Да все хорошо. Мне гораздо лучше. Хм. Ладно. Встретимся за поворотом. Я проверю столны. Расслабься. Погнали. Мне нужен воздух. Так. Секунду, секунду, секунду. Что-то он, блин, кашляет, ребята, кровью. Просто кровью харкается. О-оу. Я могу переключиться на Криса хотя бы или нет? Я буду Джо играть. А нет, можно, ребята, можно. Так, давайте здесь вот эти черепки разобьем. Потому что, как мы знаем, здесь может быть что-то спрятано. Но здесь, к сожалению, ничего нет. Ого. О, елки-палки. Кевин, как ты далеко, а? Ага, вот теперь он близко. Но здесь, как мы видим, ничего нету, ребята. Поэтому мы идем с вами в правильном направлении. Даже мир духов нам не поможет, блин. Так, подожди-ка, что такое? Надеюсь, нам такое не грозит. Да уж это точно. Ой, елки-палки. Да какого лешего-то ты упал у меня, Крис? Елки-палки. Вот она невнимательница, ребят. Так, что такое? Тихо. Ух ты, эта пещера такая огромная. Похоже на большой холл. Ребята. Кажется, я больше не выдержу. Мне нехорошо. Джо, давай, мы выберемся отсюда. Мне кажется, я больше не могу уйти. Я так устал. Конечно. Может, нам просто надо сделать привал? Тебе надо отдохнуть, да? Но мы выберемся, слышишь? Я... Я не знаю. Да, мне надо отдохнуть. Ладно, вы, ребята, оставайтесь здесь, а я поищу, где бы разбить лагерь. Я тебе помогу. Ты будешь в порядке, большой Джо? Чарли, мне страшно. Я что? Шшш, Джо, даже не говори. Это все временно. Все будет хорошо. Да, ты права. Я не должен так думать. Ну, послушай, если я не смогу... Если я не смогу идти... Не говори так. Не перебивай, Чарли. Я не смогу идти. Я не хочу вас задерживать. Джо. Не волнуйся. Бывало и похуже. Помнишь те стычки с лиловыми черепами, а? Ха-ха. Джо, ты всегда был рядом. Присматривал за мной? Я не хочу. Шшш. Мне просто надо отдохнуть. Мы найдем выход, и я поправлюсь. Все готово, народ. Идите и отдохните немного. Этот каменный пол так и тянет прилечь. Такой уютный. Все хорошо, Чарлин. Блин. Мы выберемся отсюда вместе. Слушайте, ребят, совсем ему хреново. Совсем. Я ведь чувствую его, блин, что он просто уже на последнем издыхании. Ой-ой-ой-ой. Так. Погоди-ка секунду. А что, мы опять собрались в путь-дорожку, что ли? Блин. Вот так называется отдых. Так. Ну, предположим. Так, опять какая-то, ребята, глыба здесь стоит, которую, видимо, нужно двигать. А куда? У меня нет сил. Оу. Да мы даже не можем ее двигать, потому что у нас сил нету. Ребят, мы куда с вами отправляемся, а? В самое жерло вулкана? Ой, не нравится мне это все. Ой, как не нравится. Долгая дорога в дюны, ребята. Еле-еле идем. Я надеюсь, мы все-таки найдем где-то выход здесь, нет? Черт, я еще представляю, вот так вот идешь, да, когда вокруг лава. Там такая, наверное, жаровня, просто как в аду. Называется, спустились, блин, в пещерку, да? Опачки, ребята. Неужели выход? Или хрен нам на воротник, выход? Слишком все просто будет, да, тогда? Так. Опачки. Что такое? Ооо, нет. Я не могу. Джо? Нет. Опа. Держись, дружище. Джо, Джо, скажи что-нибудь, держись. Мы почти пришли. Нет, не могу, Грис. Ты должен быть сильным. Не говори так, Джо. Ты сможешь, ты должен. Мы без тебя не справимся, здоровьяк. Ты выкарабкаешься, обещай мне. Ребята, спасибо, спасибо, что были моими друзьями. Джо, не говори так, тебе полегчает. Мы о тебе позаботимся. Ты справишься, и мы вместе все преодолеем. Мы спасем наших родных и заживем, как раньше. Джо. Чарлин. Чарли, мы переживем. А? Вместе. Крис. Да? Я больше не боюсь. Крис, я больше не боюсь. Да ладно. Да ну нафиг. Все, ребята. Это что еще за... Опачки. Теперь, ребята, здоровяк у нас глухом стал. А это-то кто такой? Не понял юмора. Слушайте, ребята. Вначале Кевин, теперь Джо. Да что ж такое творится-то здесь, а? Так, это кто такой? Что? Кто ты такой? Вер... Верни нам большого Джо. Судья мат. Эта штука может вернуть его к жизни? Нет, я не могу выполнить вашу просьбу. Почему нет? Я не могу вернуть душу юного Джо. Он больше не принадлежит этому миру. Таков вечный цикл жизни. Но... Не наблюдаю за вами. Такова моя роль. Созерцать. Созерцать? Это что, по-вашему эксперимент такой? Наш друг умер. Временами пути судьбы неисповедимы. Смерть вашего друга безусловно печальное событие для человека. Но горе неотъемлемая часть вашего роста. Судьба? Говоришь, это судьба? Да к черту твою судьбу! К черту тебя! К черту все! Не понимаю твою злость, юный Крис. Да, все произошло, потому что вам открылась великая сила. Вы научились ее использовать и заплатили за это высокую цену. Но впереди вас ждет еще долгий путь. Мы не просили об этой силе. Зачем нам вообще продолжать? Возможно, ты и прав. Может, вам и не стоит продолжать это. Возможно, судьба ничего не ждет от вас. Да? Но... Он прав. Мы слишком многим пожертвовались, чтобы сейчас сдаваться. Большой Джо хотел бы, чтобы мы продолжили. Иначе все было напрасно. Моя работа выполнена. Ты уходишь, а Джо... Не мне судить душу юного Джо. Опачки! Стой! Чарли! Дуат! Что с Дуатом? На месте он у нас. Опачки! Ха-ха-ха! Джо! Ха-ха! Джо! Эй, ребята! Джо! Ты... Ты как? Не волнуйтесь, я в порядке. Слушайте, вам нельзя сдаваться. Мы должны закончить начатое. Но как? Мы ничего не можем. Ладно тебе, Мэтт. Не говори ерунды. Мы друзья. Лучшие в мире. Вместе мы горы свернем. Мы все еще нужны своим родным. Нам надо продолжать бороться. Даже когда станем призраками. Мне надо знать, что все получится. Да, мы никогда тебя не бросим. Мы выйдем вместе. Они правы. Ладно, пошли. Мы за тобой. Глаз Гура. Всевидящее Око Божьей Справедливости. Благодаря этому глазу египетские боги обеспечивали правильное исполнение своих заповедей. Вот так вот, ребята. Вам не хухры-мухры. Ну что же. Мы с вами продолжаем путь. Так, это что у нас такое вообще? Мы сюда... Ага. Осмотреть. Джо, дружище. Так. Ага, это у нас тело Джо лежит здесь. Понятно, ребята. Так, что это такое? Ого. Это что за картина такая? Какие-то драконы, да? Ядрёно-батоны. Это что такое? О, Дуат! Смотрите, ребята, Дуат у какого-то рыцаря. Так, тут... Короче, вечные войны, по ходу дела, да? За этот... Опачки. Все время люди воевали с теми, у кого этот камень Дуата находится. Вы заметили? Так, Иисус, Джон Уайт, Джон Геймус. Это что такое? Кикстартер? Кикстартер. А! Кикстартер. Понял, ребята. Так. Наскальная живопись, о которой нам рассказывали в школе. Просто ерунда по сравнению с этим. Это уж точно. Так. Ну что, ребята, неужели выход или нет? Большому Джо больше не будет больно. Но у судьбы свои правила. Это игра, в которой никогда не знаешь, победитель ты или проигравший. Хоу! Ха-ха! Вышли, ребята, мы! Е! Какой вид! Как будто Тахунги никогда тут и не было. И что теперь? Что это за звук? Так, что за звук такой был? Нам нельзя оглядываться назад. Мы не можем допустить, чтобы жертва Большого Джо оказалась напрасной. Нам надо быть сильными. Нам нужно двигаться дальше. Но куда? Мы даже не знаем, куда они забрали наши семьи. Хе-хе-хе. Такие задумались. Смотрите, что это? А что это, ребята? Опа! 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 Ага! Эй, смотрите, это конвой едет из Тахунги. Там наши родители. Конвой? Ну куда они их везут? С ними все в порядке? Да, вероятно. Они их везут на базу к майору. Эта дорога ведет к заброшенным военным объектам. Мы с отцом ходили туда рыбачить. Рыбачить? Да, рыбачить. Он не всегда был таким. Я не то хотел сказать. Все в порядке, я знаю. Как нам отсюда попасть туда? Будет непросто. Сперва надо пройти через поля, а потом дойдем до путей старой трансконтинентальной железной дороги. Потом, если все обойдется, придется... Придется пересечь реку. Оттуда будет видно военный комплекс, и мы сможем узнать, что они делают с нашими родителями. Что-то не так, Крис? Просто не могу выкинуть из головы слова Хартмана. Что-то там про батарейки для майора. Он что угодно мог иметь в виду, Крис. Ты прав. Лучше не останавливаться. Да, идем. Смотрите в оба. Фух. Так, ну что, ребята, отправляемся, я так понимаю, на военную базу. Ну, судя по всему. Ядреного шканьон какой-то. Оу, старый знакомый. Смотри-ка, и вы тут. Когда я вас в последний раз видел, вы разве не в Тахунгу собирались? Решили тоже слинять из города? Ничего подобного. Между прочим, это как раз ты линял из города. Ладно, ладно, не будем так ставить вопрос. Как бы то ни было, все мы тут. Разница только в том, что у меня есть обед, а вас нет. Ага, конечно. Вот это то, что ты готовишь? Ммм, не хотите кусочек от этого? Между прочим, это енот. Фу. Кстати, вас вроде больше было, или просто показалось? Ладно, простите, я не буду больше ничего говорить. Моя койка всегда к вашим слугам. В дороге любая помощь сгодится. Спасибо, отшельник. Да, бедные детишки, все, что мое, ваше. Можете взять из сундука, что хотите. О, ну спасибо, хоть на этом. Давайте, ребята, глянем. Так, погоди. А, вот. Понятно. Что отшельника в рюкзаке? Определенно неповаренная книга. Слушай, ребята, что-то как-то мне не нравится это все. Секунду, тут у нас опять какая-то, блин, шахта. Едрен батон. О-оу. Так, слушайте, давайте, наверное, мы с вами все-таки сходим наверх. От греха, как говорится, подальше, да? Добро пожаловать в Гонфлилд. Город выглядит заброшенным. Угу. Ой, перекати поле. Так, ребят, нет. Наверное, нам все-таки лучше сходить в каньон. Так, секунду. Не в каньон, а в шахту, точнее. Так, что такое? Так, ну что, ребята, по-моему, по-моему, ничего тут страшного нету. Я вижу взрывчатка в вагонетке. У меня уже есть бомбы. Впрочем, если будут нужны еще, я знаю, куда идти. Так, понял. То есть, это на запас. Ого. Секундочку, а что же нам надо сделать? Здесь нужен ключ, однозначно. У нас его нету. То есть, получается, что, как ни крути, нам нужно идти наверх. В заброшенный, ребята, город. Хм. Ну, давай посмотрим, что у нас тут тогда происходит. Не понял. Давно тут поезда не проходили. Ребята, как дороги не стало, так почти и не ходят. Да, я сказал, почти. Был тут один поезд, который был не в курсе. Так, ребята, это же духи. Нифига себе, заброшенный... Так, погоди. Опа, опа, опачки. Еще один день без происшествий. Видите себя хорошо, если не хотите попасть за решетку. Шериф. Это шериф. Тут что у нас? Разыскивается живой или мертвый Уильям Бонни. Награда 30 тысяч долларов. Разыскивается Джесси Джеймс. Награда 40 тысяч долларов. Ха-ха-ха. Так, сундук я не могу, да, взять, получается. Ага, даже привидением не могу пройти. Хорошо, ребята. Нет, нет, абсолютно. Кевин, да бесполезно, елки-палки, здесь лазить, я так понимаю, да? Ага. Вы должны выпустить меня отсюда. Меня наказали за то, чего я не совершал. Кричит нам заключенный. Ну, это еще надо проверить. Так, что вообще здесь нужно нам сделать, а, ребята? Пусто. А, это заправка типа, да? Елки-палки. Да это могу... Ого. Для чего это старая повозка? Да вот фига узнает. Слушайте, ну город вообще вымерший какой-то. А не духи здесь. Ха-ха. Что тебе надо? Эээ, ничего. С меня довольна. Какой-то пенек. А, нет, это не пенек, это ковбой спит. Опа. Кто-то живой, что ли, здесь? Ха, неужели? Ребят, смотрите. Так, бомбу мы с вами подобрали. Гав-гав. Чего? Гав-гав. Хороший песик. Дай лапку. Ладно, не важно. Так, хорошо. Что это за фигня такая здесь? Слушайте, машина-то какая современная здесь. Охотник за привидениями, что ли? Привет. Кто вы? А, привет. Как вы сюда попали? Вы что, не видите? В городе никого нет. А вы тут один? Не совсем. Меня зовут Блок М. Камнедрев. М от слова металл. Я не здешний. Мой корабль разбился за несколько миль отсюда, в Каньоде. Я поднялся сюда, чтобы найти площадку повыше и осмотреться. И наткнулся на это. Это же машина времени. Что-то вы не удивлены. Так вот, самое главное. Внутри машины был этот пес. Думаю, он и есть изобретатель машины. Не знаю, с какой он планеты. И как сюда попал. Я все еще учу его язык. Ясно. Вы, наверное, крепко головой ударились при приземлении. Ба. Да, пустяки. Бывало и хуже. Перед вами сам Блок М. Камнедрев. Самый известный наемник во всей галактике. Гав-гав. Конечно, нет. Звездный Волк был отличным кораблем. Если ты умеешь путешествовать во времени, еще не значит, что ты самый умный. Итак, повторяю. Я наемник. Я ремонтирую вещи за деньги. Мой корабль сломался. Но если я починю вот это приспособление, то могу доставить вас в любое место и время. За небольшую плату разобьется. Гав-р-гав. Нет, мы не берем плату печеньками, мой лохматый друг. Путешествия во времени буду иметь в виду. Но сперва осмотрю город, хотя не знаю, что я конкретно ищу. Как надумаешь, скажи. А давайте попробуем сделать это. Да, мы хотим отправиться в прошлое и починить мост. Тогда мы сможем выбраться отсюда. Хм, значит, вы хотите предотвратить обрушение моста, да? Звучит неплохо. Но помните, путешествие в прошлое может в большинстве случаев иметь негативные последствия. Вам нужно назвать мне точную дату. Если ошибетесь, то знает, что случится. Вы уверены, что не хотите еще поспрашивать? Верно. Пойду еще поспрашиваю. Может, узнаю точную дату? Ладно, мы с Коперником будем тут. Мы никуда не уйдем, пока не заплатите. Ух, ребята, нам нужно, значит, где-то узнать точную дату. А где ее можно узнать? И у кого? Так. Не знаю, почему это Дальний Запад, если он совсем близко. Салон. Так, ну что, ребят, давайте зайдем в салон, посмотрим. Ого, ничего себе тут народу. Чем могу помочь? Что случилось? А, вы имеете в виду, где все посетители? С тех пор, как рухнул этот проклятый мост, это место уже не то, что прежде. Город опустел, а те немногие, что остались, тут дело вот в чем. Когда народу мало, то и сплетничать особо не о чем. Раньше они хоть расслабиться могли, но алкоголь больше не работает. О-оу. Так. Что случилось с мостом? Ну, тот мост был единственной дорогой из города. Однажды он взлетел на воздух, и мы оказались в ловушке. Что-то еще? Так. Давай-ка настойчивее. Что случилось с мостом? Ну, я не помню, это было давно. Я потерял счет времени, помню, что сначала я обрадовался, думал, дела в гору пойдут, людям же некуда больше было пойти. Все застряли здесь, но потом закончились запасы еды, и с тех пор хлеба нет, остались только зрелища и моя танцовщица. Что-то еще? Так, танцовщица, да? А что с танцовщицей? Она бы уже давно ушла, если бы не ждала своего парня. Слава богу, мост упал, и она осталась на этой стороне. Иначе, как бы еще я развлекал посетителей? Хм, а это не слишком эгоистично? Плевал мне на твое мнение. Что есть, то есть. Что-то еще? Ну что, остается только про дела узнать. Как дела? Плохо. Тех, кто остался в городе, не особо интересует выпивка. Единственное развлечение осталось канка. Но после крушения, моста моя танцовщица только делает, что ходит и жалуется. Это действует мне на нервы. Так, ну все, ребята, больше нам нечего тут узнать. Так. Тихо, подожди-ка. Не знал, что они делали часы на батарейках. Меня от этого парня тошнит. Он думает, я мечтаю работать в этой дыре до самой смерти. Я хочу быть звездой, легендой. Мне нужно выбираться отсюда. Тогда почему вы не уйдете? Вас тут ничего не держит. О, ты ошибаешься. Мой парень известный торговец. Он много путешествует, но всегда возвращается ко мне. Мы уже так давно не виделись. Уверена, он со дня на день приедет. Какое со дня на день? Так, что у нас тут? Мозгоеды, новая VHC-кассета. Проверьте коллекцию в своем инвентаре. Жесть какая-то. Так, ребята. Моз, говоришь? Конечно, я рад, что он рухнул. Надоело мне поезда гравить. Жизнь наемника не сахар. А не стало моста? И золотоискатели тут больше не появляется. Ты даже не представляешь, сколько в этих горах золота. А что оно с людьми делает? Глянь на меня. Я ж теперь чисто джентльмен. Забавно, да? У нас под носом гор золота одевать некуда. Говорит нам бандит. Так, ну что, тут чувак остался, который на фортепиано играет. Сок тарантула. Фу. Сок тарантула, ребят. Эй, не думал, что ты вернешься. Хочешь знать, когда рухнул мозг, да? Точную дату я не помню. Но зато помню, что... Тогда проходила большая... Выставка граммофонов. Где-то между 1800 и 1900. Надеюсь, это поможет. Опачки. 1800-1900. Понятно. А это кто у нас тут? С тех пор, как я попал на тот свет, дуэли уже не те, что раньше. Пропал азарт, уже не волнуешься из-за того, кто выстрелит первый. Как говорит индеец. Ну, это понятно. О, сохранение, ребята, у нас здесь есть. Так, это что у нас тут? Что такое? Оу, цирюльник. Что тебе надо? Простите, дяденька, не подскажете, как выбраться из этого города? Какой я тебе дяденька? Проваливай из моей цирюльни, шпана. Ладно, ладно, уже ухожу. Спросить, значит. Здесь за ответы на вопросы надо платить. И не деньгами. Я не дурак. В этих горах водится золото, информация в обмен на услугу. Что ты там хочешь узнать? Хм-хм. Так, про мост. А вы знаете, когда упал мост? Я помню не очень много. Хотя, после твоих слов, я вспомнил. В тот день в городе объявился незнакомец. Он приходил сюда. Побриться. Очень торопился и ушел, не заплатив. Не помню точно, когда это было. Где-то между 1850 и 1900. Наверное, тебе лучше спросить шерифа. По-моему, я подавал заявку об его аресте в полицию. Парень, которого вы ищите, должен быть чисто выбрит. Что-то еще? Нет, ничего. Так, ребята. Он берет немало, но он единственный цирюльник в округе. Я не глухой. Хочешь, чтобы я тебе ухо отрезал? Эм, нет, спасибо. Первого раза мне хватило. Ха-ха-ха-ха. Первого раза ему хватило. Так, ладно, ребята. Значит, нам нужно спросить у шерифа. Ё-моё. Так, тут у нас кладбище. С этим поговорить почему-то нельзя. Стоит, грустит там. Так, очень интересно, да? Шериф. А где у нас может быть шериф? Где? В тюрьме, по-моему, да? В принципе, здесь небольшая карта у нас, ребят. Заблудиться практически нереально. Так, повозка. Тут машина. Вот, тюрьма. Так, шериф. Простите, шериф. Мне хотелось бы кое-что узнать об одном человеке. Вам чего, ребята? Узнать об одном человеке, говоришь? Моя память не та, что прежде. Но я помогу, чем смогу. Цирюльник сказал, что в день происшествия с мостом он пытался арестовать одного парня. Ах да, цирюльник и его важное дело. Я не мог поймать подлеца. Я везде не работал на мосту. Помню, я послал своего напарника. Мир его. Праху. Чтобы тот пошел по следам. И, если не ошибаюсь, он дошел до салуна. Но там про того парня ничего не знали. Может быть, они вам больше расскажут? Большое спасибо, сэр. Так, в салун, да, значит? Простите, ребята, но след обрывается в салуне. Удачи вам. Я тоже в свободное время люблю поиграть в детектива. Так, ну что же. Значит, выбор у нас только один, ребята. Мы отправляемся с вами в салун. И причем в этом салуне, я так понимаю, кто-то скрывает что-то. И довольно тщетно. Ладно, вот мы. Дожди. Так, с кем побубнить? Может быть... Давайте-ка, наверное, с бандитом. Так, мост говоришь... Так, ну это у нас уже было. Ничего тут не поменялось в разговоре. Хорошо, давай. Вот здесь вот. Эй, думал ты... А, ну это... Да, ребята, это уже тоже мы с вами читали. Ясно. Давай вот здесь узнаем. Эй, мы только что говорили... Ага, что-то новенькое. Эй, мы только что говорили с шерифом. И он сказал, что в день взрыва моста один ваш друг следовал за подозреваемым прямо до этого места. В самом деле, не помню, но кое-что могло бы освежить мою память. Что-то вроде золотого самородка. Отлично. Ну, разумеется. Слушайте, мне надоело гоняться за каждым встречным. Вы что, думаете, это вам ролевая игра какая-то? Ролевая игра? А что это? Пф. Ладно, ладно, не кипятись. Я расскажу. Этот парень был здесь. Он спрашивал танцовщицу. А незнакомец, о котором рассказывал цирюльник, был не только гладко выбрит, но и с порезом на лице. Не знаю, что вам сказал цирюльник, но это не совсем точно. Возможно, вам стоит спросить его еще раз. Ха, ты что будешь делать? Ладно, ребята, побежали опять к цирюльнику. Значит, в парикмахерскую. Кто из них что-то скрывает от нас? Ну что, есть новости? Надеюсь, вы нашли этого прохвоста? Нет. Вы либо мне соврали, либо дали неверное описание. Вообще-то, человек, которого мы ищем, не только гладко выбрит, но и имеет шрам на лице. Что? Да, верно. Это я ему шрам оставил. Из-за взрыва у меня рука дернулась, и я его порезал. Тот день для всех был кошмарный. Простите, ребята, память у меня не та, что прежде. Слишком давно я здесь. Мне жаль, что я отправил вас без объяснений. Может, я сухарь и циник, но у меня есть принципы. Позвольте отплатить вам. Хорошо. Так что вы знаете. Из-за взрыва на мосту начался хаос. Люди стали тащить все подряд. Было несколько драк. Может быть, вам стоит поговорить с кем-то из бандитов среди воров? Честных нет. Ага. Тонкий намек на то, что мы должны с вами зайти к бандиту. Заключенному, скорее всего. Давайте сходим посмотрим. Будет ли какой-то у нас прогресс в этом или нет. Так, вот он. Наконец-то, хоть кто-то меня услышал. Скажите этому парню, чтобы отпустил меня. Я ничего не делал. Ладно, ладно, успокойся. Сначала скажи, что вы знаете про незнакомство с порезом на лице. Тот, который взорвал мост Кинзо. В смысле? Ты что, не слышишь, что я говорю? Это я. Я. И я не виновен. Я и есть тот незнакомец с порезом на лице. Но я не взорвал мост. Что вы имеете ввиду? Я не понимаю. Позволь рассказать мою историю. Меня зовут Илья Бревард. Я был сразу очень торговцем. Торговал на тропе Санта-Фе. Очевидно, тюрьма изменила мою внешность. Я приехал сюда, чтобы найти свою возлюбленную, прежде чем вернуться на восток. Она работала в салоне танцовщицей. Из-за моей работы мы не могли часто видеться. Но недавно мне удалось накопить небольшое состояние. И я хотел попросить ее руки. Я хотел удивить ее. И что случилось? Перед тем, как пойти к ней, я решил побриться. В тот момент мост и взлетел на воздух. Этот проклятый цирюльник вздрогнул от взрыва. И порезал мне лицо. Конечно, я ушел, не заплатив. Когда я приехал в салон, моей любимой там не было. Потому что там был выходной. Да я в курсе. Потом я отправился на вокзал на случай, если она там меня ждет. Но к тому времени на улицах творился хаос. На станции какой-то негодяй вырубил меня и сбежал. Очнулся я уже за решеткой. Преступник забрал мой новый костюм. У меня от него только шляпа осталась. Никогда не забуду этого человека. Он назвал себя Блэккоутер. А вы помните, когда это произошло? Точно сказать не могу, но это точно было между 1870 и 1890. Блэккоутер между 1870 и 1890. Слушайте, мне тут пришла в голову мысль. Может, тот бандит в баре что-нибудь знает? Так, Крис, молодец. Соображаешь. Погнали. Так, вот это завязочка, ребята. Вот это завязочка. А бандит, наверное, сейчас будет юлить или скажет, дайте мне золото или еще что-нибудь в этом роде. Имя Блэккоутер вам что-нибудь говорит? Блэккоутер? Понятия не имею, о ком ты. Нет, значит. А откуда у вас этот костюм? Совпадает с описанием Ильи Бреворта, того парня, что из-за вас посадили в тюрьму. Ладно, ладно, тише ты. Да, я Блэккоутер. Ну и что? Это не я мост взорвал. Своровал чутка, только и всего. Я теперь уважаемый человек. Ха-ха, ну ты даешь. Понятно? Тебе не следует никому говорить, что я замешан в этом деле. Я никому ничего не скажу, если вы мне назовете нужную дату. Слушай, не помню я, когда мост взорвали. Но в обмен на твое молчание я расскажу, кто это сделал, если хочешь. Конечно, хочу. Хорошо, может, виновник помнит дату? Ты только никому не рассказывай о моем прошлом, эта танцовщица взорвала мост. Я своими глазами видел. Опа, опачки. Ты понял? Ну-ка. А значит, это вы взорвали мост? Зачем? Нет, это не я. Точно? Потому что из-за вас мне приходится полагаться на этого чем-то блока, чтобы выбраться отсюда. А вы знали, что вашего парня из-за вас посадили в тюрьму? В каком смысле? Не может быть. Мой Илья в тюрьме? Я не хотела. Да, это я взорвала мост. Но я не хотел никому зла. Вот такая, ребята, заварушка. Вы не только разрушили город. Его из-за вас посчитали преступником и посадили в тюрьму. А ведь он приехал пораньше. Просить? Ваши руки, чтобы вы всегда были вместе. О, боже мой, милый Илья. Что я наделал? Прошу, если вернешься в прошлое, непременно помешай мне. Мне просто нужно знать дату. Когда вы взорвали мост, я все исправлю. Ладно. Ой, я не помню. Вот, возьми. Это ключ от прииска. Я схоронила там свой дневник. В нем все мои записи. На последней странице нужная дата. Ладно, на прииск. О, золотой ключ, ребята. А это означает что? Что мы сейчас с вами пойдем... Куда пойдем-то? Да-да-да, на прииск. То есть в шахту. Замечательно. Так, мы открываем с вами двери. И дальше уже там будем смотреть и разбираться. Так, перекатим. Поле тут катается. Та-ра-та-ра-та. Так, нам нужен дневник, где будет известная дата взрыва моста. Вот так вот. Отличненько. Что здесь? Опа-опа. Что это такое? Не понял. Так. Оу. А, ну да, конечно же. Конечно же. Я же совсем забыл, ребят, что у нас тут духи, которые себя агрессивно ведут. Ладно, в принципе, это все ерунда для нас. Сейчас мы с ними здесь разберемся. С этими сосунками зомби. Иди сюда. Так. Отходим. Нет. Сейчас. О, отходим. Потому что она потом взрывается. Да сколько же их тут, а? Эти гаденыши. Что вам здесь вообще нужно, а? Какого хрена вы здесь делаете? Все время меня преследуют эти гады. Получи, некромант. Упс. Ха-ха. Взрыв. Отлично. Одержимая сущность, блин. Так. Все, ребята. Проход свободен. Двигаемся с вами далее. Так. Там еще какие-то ворота. Ну-ка, давай. О-оу. А это что такое? О, дедушка. Ничего себе. Я тут много лет никого не видел. Ты тоже ищешь сокровища? Говорят, что под этим полом есть сейф. Со всякими богатствами. Но я... Просто не могу расшифровать эти символы на стене. Может, я что-то упускаю? Так. Символы я вижу. Символы тут. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой. Опять прыгать. Так. Ну-ка, давай-ка. Нет. Так, Джо у нас не прыгает. Кевин только, да. Только ему под силу это. Так, погоди. Я не понял. А, двигать. Двигать у нас только Джо двигает, ребята. Так, погоди-ка. Ну, ладно, предположим, мы это сейчас с вами сделаем. Так, теперь, видимо... О, дурак, а! Да еб просто! Блин! Он же... А, все, понял, ребята. Погоди-ка. А как мне тогда... Ну-ка, Кевин, может быть? А он перепрыгнет оттуда? Я вы... А, надо, наверное, вот так, ребята, сделать. Да. Вот отсюда мы, наверное, перепрыгиваем. Ну-ка. И вот сюда. Да, отлично. Так, что у нас тут? Осмотреть. Один... Так, это, видимо, ребята, расшифровка... К надписям... На стене. К символам, да? Один, два... Это у нас... А-а-а! Тут у нас стрелочки. Это куда ходить, да? На какой значок? Один, два, три, четыре, пять. Это, видимо, сколько нужно сделать ходов. Ну, ребята, это нужно дело все записать в обязательном порядке. Так что придется немножко подождать. Ну что же, где-то... На второй... Площадке, ребята, самое первое окно должно быть именно оно. Так, но для этого нам нужен, ребята, динамит. Чтобы мы могли взорвать с вами пол. Так, вот именно в этой точке... Так, посмотрим, ребята. У меня есть динамит. Так, давай-ка заберем. А вот и дневник. Не проходит и дня, чтобы я не пожалел о том, что сделала 8 июля 1873 года. Я скучаю по тебе, Илья. Навеки твоя, Элизабет. А вот и дата. Этого должно быть достаточно. Пойду к блоку М, камнедреву, и покончим с этим. Ху, ребята. Вот так вот. Ну что же. Мы знаем точную дату взрыва моста. Соответственно, мы сейчас... Ну, если, конечно, это не шутка, вернемся в прошлое. Хотя, ребята, в эту игру я играю, я уже ничему не удивляюсь. Здесь, возможно, в принципе, все. Так, возьмем динамит. Да, а почему? У нас же должно быть 4 штуки. Почему он не взял? Странно как-то. Так, ну, где у нас, ребятульки, камнедрев? Ну, по идее, он у нас должен стоять с правой стороны. Да, практически в конце карты. Ну, я думаю, что, ребятушки, мы будем с вами уже продолжать в следующей серии. Сейчас мы сделаем с вами сохранение. И увидимся уже обязательно в следующей серии. И продолжим проходить дальше эту игру. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Так что, ребятушки, увидимся в следующей серии. Всем пока, всем удачи. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok